Мир Владимир Владимирович! С миром! Мир Владимирович Михаил! Ты у тебя сделай, чтобы у тебя вверху поменьше было пространства. Вот так, поднимись. А то вниз уходишь и... Пойдет? Вот, пойдет, почти что. Как вы меня слышите? Слава Богу. Хорошо. Ну, тогда приступаем к написанию? Давай. Что у тебя есть там? Ну, у меня есть несколько вопросов. Хорошо. По событиям сегодняшнего дня, переводим их на прошлое. Давай. То есть из Святой Библии, начиная, их сегодняшнего дня подводить. Можно. Но начало такое у меня. В бытие, глава 16-16 стих написано, он будет между людьми как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Это говорится об Измаиле. Конечно. Ну вот, сегодняшний день. То есть тут говорится, я так понимаю, что он будет со всеми бороться, и все против него будут бороться. Именно так. И вся история существования портонков Измаила подтверждает это все. Да. И убирать этого никак нельзя. Если мы не будем знать вот этого пророчества об Измаиле, то мы не сможем ничего сказать и противопоставить. Как себя вести не сможем. Так ведь? Или нет? Ну, как вести, это вопрос другой. Сначала признать, что пророчество Божие, оно имеет силу до конца. Тут не говорится, до каких пор будет так. А мы знаем, до времени, когда он обратится к Господу. Ну, сейчас все понимают, взрывают-то не буддисты, а мусульмане. У них другая книга. Главное, святыни, их Коран. И по нему они поступают. Если человек, вот христианин ушел в мусульман, то что ему будет? Да никто не знает, что будет. А в буддисты ушел. От буддистов ушел, допустим, в мусульмане еще нет. У них, если перешел куда-то смерть. Но явное дело, что такой убийственной религии, книги, в мире еще не было. Не было. Это не Майнкамп, не сравниться не может никто. Гитлер там что-то имел на свидетелей Иеговы. Арестовывал. Они сидели, и многие вышли на свободу. По количеству, по процентам отношений, самый большой процент освободившихся, это были приговоренные к Освенциму. И даже у Сталина было, в ГУЛАГ отсылали, и многие дожили до освобождения. Здесь никак. Прям берут и показывают. В ряд стоят христиане, ведут, и специально у них тут сосут такой, ножи. Каждый в палач берет нож, нож наточенный, и режут. И все это, это демоны, вырвались на свободу. Это не люди, не какие-то, какие-то люди, это человекоубийцы и лжеств. Это человекоубийцы. Но мы, христиане, признав, видя это, мы по-другому не можем назвать, как это, чудовища какие-то. Убивают подряд. И женщин насилуют, и ребятишек маленьких, и показывают, что смотреть страшно. Но Бог, тогда Бог, а где Бог? А если это уже у Бога сказано, то вот здесь я беру почти основной стих, который, ну, необходимо всем знать. А то спрашиваю, когда, сколько, как будет там. А вот я беру Откровение. Я каждый раз на нем восстанавливаюсь. Откровение, шестая глава. Девятый стих. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Вот это те самые, которых сегодня там ИГИЛ этот убивает. Вот исламское государство, эти палачи. И они никуда не исчезли. Они живые, они теперь у Господа. И возопили они громким голосом, говоря, да Коля, Владыка, святые и истины, не судишь и не встишь живущим на земле за кровь нашу. Кажется, на земле мы должны молиться только о врагах и не просить, чтобы отомстили. Ничуть не бывало. Эти люди, уже освобожденные от земного полностью, они на небе находятся, и они просят. Ты святой Бог. Почему ты это допускаешь? Ты истинный, но такая неправда творится. Молодые люди, жизнь только начиналась, а они верующие, свидетели. Это сирийская церковь, это настоящая церковь. И ты не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Мы доказали, что верно тебе. Но молитва их увенчалась в следующем. Даны были каждому из них одежды белые, то есть они спасенные, очищенные. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока есть сотрудники их и братья, которые будут убиты, как и они, до полное число. Причина то в том, что они еще не убили столько, сколько надо. Вот эти, которые сейчас там против всех поднимают. Мы будем поднимать, взрывать во всех государствах. И когда спрашивают, до каких пор будет? Ну пока их не уничтожить. Нет. Их не уничтожить. Пока не уничтожат они сколько надо, то у людей совершенно перевернутое понятие. Здесь не говорится, успокойтесь, я их убью. И при том молитва, что означает МСИШ, то есть наказанием, обрати их на покаяние. Тут все, все абсолютно сегодня извращено у людей. Вот встречаются политики, там политологи, говорят, беседуют. И ни один, даже миллиметра не движется, что это за грехи наши. А другое для прославления нашего. Но они подряд все захватывают, теперь Иран там захватят. Даже если все захватят, это быстрее конец придет. Везде будут верующие, они убивают людей, которые явно белая одежда, а не спасенная. Дополнит число. Доколе дополнит число. Число мы не знаем, но знаем, что оно еще не полно. Может быть в это число мы с тобой войдем. Когда так людям говорят, да что мы должны сидеть сложа руки. Да почему сложа руки-то? Мы должны добро им делать. Добро. Вот они придут сюда, враги будут издеваться, а ты добро должен делать. Вот я христианин, и о тебе все сказано. И он тебя поведет, и ты будешь стоять. Буду стоять. Дополнит число. Понимаете, у нас другая задача совсем. Быть верными Иисусу. А этих роликов сегодня, что в Сирии делается и проще, их конца краю нет. Да, это уже исчисляется не десятками, а сотнями. И там как вертолеты летят, как бьют, это за нам, теперь дадим Америку трясись. То есть совершенно другим путем сатана повел людей. Когда упала башня Силамская, 18 задавило, и они пришли, господи. А я там ходил, и меня не задавило. А вот эти пришли, там селью распивать-то, или что там они. И на них башня рухнула. Вот эти два небоскреба упали. И он говорит, не покайтесь все так же. Так же погибнете. Другое здание на вас рухнет. С неба камни будут падать. На первом месте стоит покаяние. Они ничем не хуже, эти люди, которых они там изгнали, убили. Более жестоких не было людей. Потому это даже не люди. Может быть демоны, одетые в эти одежды человеческие. Трудно назвать людьми-то, что они вытворяют. Но вдруг Россия никуда не вылазила, ничего нет. Разложение в армии, самое современное оружие долбят. Они оттуда бегут. Сейчас по всему миру эта язва начнется. Они взрывают, начиная с Парижа. Здесь везде будет это. По всему миру. И весь мир ополщится. Китай, и то там войска уже посылает. Там свой спецназ. И что? Мы не знаем, что и как будет. Мы знаем только одно, что они сойдут на нет. На нет сойдут. Их не будет. Притом не будет ни одного может быть. Потому что всем будет наложено. На чертани, на правую руку, на щело. Племенам, народам. Всем до единого. А они в это число входят. И Китай войдет все до одного. А православные тешат себя байками, что придет царь. Везде будет, но в России не будет антихрист. Тут канавка Богородицы. Это вообще безмозглое. Они писание не считают, ничего не знают. Вот так надо события рассматривать. Теперь, а какое мое участие? Вот ваш вопрос. Враг голоден, накорми, жаждет, напой. Дело это, соберешь горящие угли. А горящие угли, это как раз то, что приводит к покаянию. Что они там закрыты. Это в один день все уйдет, другой. Бог наведет такой страх. Они будут трепетать маленького ребенка. Они сейчас пятилетних учат стрелять. Пятилетних. Показывает, как он с автоматом делает, что. И они вдалбляют, бьют их. И они делаются не то, что как какие-то роботы. И это все кончится. Когда люди начнут тогда каяться. Они почему казнят? Говорят, это же христиане. У вас в Коране написано, христиане эти люди писания. Какое писание они еще не знают? Как они живут? Разбрата. Посмотри на наших женщин, как они целомудренно одеты. Вот она идет, ее полицейский остановил. А она, женщина эта, тайно съемку ведет. Я, говорит, испугалась. Думали, они у меня увидели, что я снимаю. Нет, говорит, они сделали замечание, что я не надела перчатки. Руки вот так вот, вот так голые было. Надо надеть перчатки было. А это, которые здесь-то идут, они совершенно голые. Вот Мара, это, Ангела Меркель сидит там. А Стриженная сидит там. Платка никакого нет. А мусульманка сидела бы. Можешь с ее платок снять? Никогда. Нам еще до них не дойти. Давайте посмотрим, а что они хорошие несут. Ну, в первую очередь, пятикратная молитва. Ведите это у православных, не получится. Ведите это среди семинаристов, не получится. В монастыре и то не могут это сделать. В монастыре, потому что другими делами заняты. Здесь, чем бы ни были заняты, пять раз намаз. Это самые высшие, самые добрые мусульмансы. Но еще молиться, их надо научить. Вот мы были в Махачкале. Это самый сегодня такой пожаровзрывной район такой. Город, где Махачкала. И мы попросили открыть моленную комнату. И директор библиотеки открыл. Мы там помолились. Помолились с крестным знаменем. Поднятием рук, разулись, просили у Бога мира. Просили нашими молитвами. Отче наш просчитали. Вот что нужно делать. А они-то, я знаю, что установлено. Они видели, как мы в комнате. Они все слышали. Сейчас везде все наблюдают. Не то, что давайте мы научим и взрывать будем-то. Это безумие. Мы должны ответить на удар. Такой же удар. Там призывают уже священники. За каждого убитого солдата вы заплатите десятки. Прям священник на Украине выступает. И вот такие слова говорит. Я слышал, увидел проповедь. Ну и что? И чем вы отличаетесь? А вот они такие. Ну 100 миллионов Сталин погубил. Это мало? Даже пускай по меркам кораблина это 66 миллионов. Миллионов. А эти-то кого там убили? Они, говорят, убили не больше там 50 тысяч. Ну сначала там с войной вместе там 100 тысяч. Еще им надо убивать, да убивать. Чтобы до Сталина дойти. Но когда придет тот последний, это все будет прелюдия. Покажется детская игра. Как это будет сказано? Как будет сделано? Это все делается по согласованию сейчас. Как вот небоскребы. Это сами свалили. Американцы как подлодка. Курс посчитай, что говорят. Там на французском языке. И дубль идет на русском языке. Это все заранее было известно. Требования какие были. Вы то нам, вы это. А над ними там другие есть. А это только предбанник. Мы знаем комитет 300. И подготовка царства антихристу. Вот сейчас там они начали буйствовать. В этом Иерусалиме. Там что они делают. Стреляют на поражения полицейские. Это все пройдет. И когда скажут мир и безопасность. Вот до чего должны дойти. Тогда внезапно придет пагуба. И настанет конец. Мира нет. Безопасность нет. Везде опасность. Выйти на улицы нельзя. Париж опустел. Самый пятящий день. Говорит. Никого на улицах нет. Одно то что предупредили. Другое дело. Они в одном месте везде теракты. Они могут сделать сразу одновременно. 500 терактов в одном городе. Город парализован будет. Они в транспорте везде могут сделать это дело. Потому что их так учат. Ты сразу будешь на небе. Выводы надо сделать из этого. А почему ты Господь допустил? Потому что нет покаяния. Вы убиваете. Сколько они убили? Ну сейчас взорвали там. Ну убили там 200 человек. 200. А каждый день 18 тысяч абортов в одной России. Это кровь, которая там от младенцев рвут на счастье в утробе матери. Он прячется. Она готовится. Показывает. Снимает. Когда ребенок чувствует это. Это убийцы. Здесь живут главные убийцы. Они сюда придут. Будут разбираться еще. А у них ни одного не убивают. Где не посмотришь. Женщина стоит за ней вереницей. Ну посмотрите. Доброе это дело или нет. Да. У них гей парады есть. Ты о чем говоришь? У них пьяная есть. Ты о чем говоришь? Ни одного. Ни одного. Это абсолютно нигде нет. Ну давайте возьмем это доброе. А мы им дадим добрую веру в Иисуса Христа. А то враг голоден. Убьем его. Враг не сдается. Его уничтожает. Это горький, сказал Максим. Он горький. А нам нужно сладкое дать. Христос умер за вас. Да что им покаяние таким давать? А какой саввыл был? Вы забыли? Хватал и влачил. И убивал. А какой Давыд был? Какой он Давыд был? Это палач был. Садист. Людей. Пленных. Ложил на землю. Веревкой мерил. Веревкой. Там сколько веревок. Этих. Пропасть бросить. Этих. Под колеса. Молотильно. Этих. В печь обжигательную. Освенцем настоящий был. И Господь простил его. Пока человек живой. А они набожны по своему. По своему. Вот. Они этих мусульман говорят. Вы обмерщились. Западом соединились. Этих мусульман убивают вместе с мулами. С имамами. Их никто не слышит. Им надо показать. Надо верить то, что написано в Святой Библии. В Евангелии. Успеть это им сказать. Протянуть руки лапзания. Больше что нужно делать. А то в это время напряженное. Усилить надо молитву. Стали больше молиться. Ничего не бывало. Только полностью гневом. А что могут противоставить? Ну это государственный порядок. Они знают, что сделать. Но через них Бог призывает нас к покаянию. Не покайтесь. Все так же погибнете. Вот это расклад событий. Какой будет? А потом их уберет Антихрист. Ни одного не будет. Мир и безопасность. Мир. А сегодня какой мир? Вот так вот. То есть получается что? Что мусульмане следуют учению Мухаммада. Мухаммеда. И учению своего Корана. Своей книги. Да. А христиане должны следовать учению своего учительства. Государства Христа и своей книги Христианского Писания Библии. Ну вот так мы узнали. Даже им это сказать. Обратятся ли нет? А тебе не надо об этом думать. Обращает Бог. Ты первую благодать сначала узнай. Благодать призывающая. Это зависит от тебя. И тогда Бог содействует тебе сказать. А благодать обращающая от нас совершенно не зависит. Это Божье дело. А благодать освящающая приведи его в церковь. Вот третий этап. Мы знаем как Феофан Затворник объясняет. Нам открыто большое поприще. Свидетельств. Сейчас в Европе наблюдают школьники. Все убегают туда, чтобы от этой ИГИЛ вступить. В исламское государство. Они как одержимые делаются. Постоянно прибывают. Каждый день. Счета нету сколько. Почему? Наступил момент. А что там привлекательного? Ну привлекательного. Во-первых, каждый день там 700 долларов дают. 700 долларов тут за полгода не заработают. У них миллиарды. Отовсюду где захватили, банки ограбили, нефть каждый день там сколько там сотни миллионов. И все. Это наступил момент, когда чтобы все это было. А то мы все можем. Там шейхи у них с гаремами возятся. А нравственности совершенно не заботятся. А у них это поставлено было бы, если бы они не творили во время войны. Но во время войны всегда такое творится. Надо просто смотреть открытым оком на все. Это и понимать, как события складываются в нашу пользу. Все. Все, что Бог не делает, для нас делает. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Образы. Первая Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. А крестовые походы куда делали? А в России какая инквизиция была? Никуда это не делалось. Это все сейчас и... Это отрыжка старого еще поколения. А новое... Новое вообще ничего нет. То есть блудились, изворовались, изматерились, запились, занаркотились. Вот они здесь этот порядок будут наводить. То, что сейчас делает Россия, это можно назвать священной войной? Такое слово у нас не существует. Мы скажем, в данном случае, то, что они убивают верующих, а мы должны молиться, Господи, да прекратится это злодейство. Мы должны молиться за верующих. Что в данном случае, то, что русский делает там царь, там президент его зовут, он делает как бич Божий в руке. С него спрос другой будет. Но делает он там в защиту этих, да, в защиту. Но он просто орудие на определенном этапе. Они там войска-то все время не будут. Сейчас эти все войска расколоть это у них. Сирия отойдет территорию, это обратно. Все вернут назад. И они начнут обратно прибывать. Ну, там уже будет свой контингент расправляется. А эти по всему миру начнут устраивать вот этот халифат. Интересно. Выступает там один, Рыжебородый был, его назвали, чеченец. Он звонит отцу, отец там курит сидит, где-то грузин, он полу-чеченец. Что скоро мы вернемся, я приведу с тобой тысячный отряд. Мы наведем им порядок там. А Рамзан Кадыр выступает и говорит, это последний его. В один конец только дадим путевку ему. Два дня прошло, он уже убитый. А кто, никто не знает. Как так? Руководитель его со всех сторон охраняли. И все говорят, у Рамзана слова не на ветер пускает. За него надо молиться. Игнат Тихонович, если бы Владимир Владимирович Путин вот сейчас обратился и стал учеником Христовым, что он должен был бы сделать в первую очередь? Уйти из поста своего. Это первое, что он должен сделать. Принести покаяние за Украину. Перед Украиной он очень и очень виноват. Я не говорю про Крым. Крым всегда был русским. А вот эта вот поддержка этого-то, для украинцев это просто разбойники, террористы, бандиты и прочие которые. Это их территория. Как на нее можно претендовать? Ну, об этом говорить даже не надо. Принести покаяние. Слезные, на коленях. Головой в землю. Это, в первую очередь, перед Украиной. Перед Грузией принести покаяние. Еще Новодворская Валерия просила об этом. Я там был в Грузии, разговаривал. Для маленькой Грузии это Абхазия уже что-то значит. Они тоже виноваты. Это для них наказание было. От Бога. Живут, а Бога не знает. Православная страна. Всем, я говорю, какой путь был, если бы он обратился к Богу. И ушел на покой. Ни монастырь, никуда. Он заслужил покой свой. Ему сапоги мои дать вот такие. Оденемся и вместе пойдем благовествовать. Я бы просто пригласил бы. Вот у меня на втором этаже, я назвал как-то нары. Сухарей хватит. Я сказал, Володя, собирайся, пошли. И там будем как. И Господь тебя не тронет. И защиту тебе даст. Что Игнатий Тихонович должна делать православная церковь в лице патриарха, священников, монашествующих, епископата и простых мирян. Вот в этих условиях должна ли она радоваться тому, что делает Владимир Владимирович Кудин? Да. Вот что он сейчас делает, в этом я усматриваю. Я могу по Писанию доказать. Это меч в руке Божией. А там пока не отомстится. Он мститель пришел. Наудахоносор был мстителем для евреев. Наудахоносор. Да. Но обрел ли он спасение? И обретет ли спасение Владимир Владимирович Путин, когда он так поступает сейчас? Хотя он и бич. Бич, что все зависит от того, каким будет тот, кто придет. Пришел Нейман. Царь на его руку опирается. И он говорит, да мне менять мне Господь, что я когда пойду своему Богу, там, Нехуштану какому-нибудь поклоняться. Я к примеру говорю. Обопрется на мою руку. Взял земли, чтобы помнить об Израиле. Он может, как Нейман, обратиться. Может. Но очень трудно. Потому что он в таких органах, где чистой совестью служить нельзя. В такой организации, откуда он, происхождение его. Там, это совесть надо буквально жгутом искрутить. Я их знаю, не понаслышке. По их ведомству проходил, лично был знаком. Какой бы он ни был хороший, ему дали задание, он должен обманывать. И чем лучше, тем... Вот хорошо об этом пишет Виктор Резун. Суворов называется. Псевдоним. Самый лучший историк в настоящее время. Его дважды приговорили в Советском Союзе к смерти. Он в Швейцарии был, там в посольстве где-то работал. И оттуда сбежал. Сбежал в Англию. Вы можете, если не видели, то аквариум. Зарядите аквариум. Название его, книги первой. Фильм есть. Он бежал на запад. Он говорил, ну, тут и другая тема. Что война... Гитлер был вынужден начать войну. Сталин готовился напасть через 20 дней, кажется. Доказано абсолютно точно. Теперь все это знают. А Гитлер опередил его. Поэтому столько пленных было. Готовились-то не к обороне, а воевать на чужой территории. Вот так вопрос этот. Наше, так сказать, понимание в православии такое, что воевать это можно и нужно для защиты своего отечества, для, так сказать, ну, такой патриотизм. И оно, как бы, укладывается в нормы, которые и в канонических правилах имеются. То есть, вот Афанасий Великий, он говорит, что воевать это хорошее дело, в общем-то. И, собственно говоря, из этих рамок и сегодняшнее, так сказать, мировоззрение православных не выходит. Как вот здесь быть? Очень просто. А Афанасий, это не Евангелие. А ты знаешь, что книга правил, которая сейчас издается, я ей занимался около трех лет. Я нашел, что 719 правил действующих. Из них 413 ежедневно нарушаются в храмах. Но я теперь добавляю еще, а то не публиковал такие данные. То сегодня, это может быть еще даже мои данные неточные. Я говорю, примерно 30 лет назад я этим занимался. Сейчас, может быть, еще по-новому издали. 270 правил полностью вычеркнуты из книги правил. Из намоканона. 270 правил. Ни один, ни два. Ты их даже не считал никогда. А я эту книгу держал в руках, она дореволюционная, издана эта. У них сейчас правила соблюдаются только те, которые, чтобы подчинить человека священнику. Чтобы священника тебя Бог не слышит, не видит и не примет. Власть. Власть епископская. Главный Бог на земле это епископ. Ну, епископ там, митрополит, это патриарх. Все, они перед ними тут. Все, они уродуют души. Семинаристы особенно. Просто уголовные преступления делают. Их делают рабами человека. Они не знают, что такое свобода совести. Это искореженная совесть, как у КГБшников. Нужно щетко поставить вопросы определенные. Ты голос Божий слышал? Тебя Бог призвал на это? А они ничего этого не знают. Совершенно. А вот он такой. Да, сегодня он такой, завтра может покаяться. Я видел таких людей. Видел порторгов, которые делались другими. Совершенно другими. Было бы полезно... Говорите, Игнатий. Да ладно, говори. Для нашей сегодняшней церкви было бы полезно немножко отойти от властей. Не быть настолько близко к ним, чтобы быть более свободными. Мне сейчас скинули материал, там Дмитрий Смирнов, где-то в радиорубке, или где-то там говорит, и там снимает его, там много сотрудников и прочее. Говорит он где-то минуту, я вижу, полчаса, кажется. Ну, много можно сказать. Ни одного слова о Христе нету. О храмах и о том. У него нет духовного рождения. Он совершенно нерожденный. И он говорит, там где-то подсмеивается что-то. Он как будто бы не видит, где находится. На какой версте мировая история стоит. Храмы еще надо построить, чтобы храма было 3000 в Москве. Храмовники. Ни одного слова о Христе не сказал. Ни одного. А берет у него хороший там репортер Соловьев. Он много выступает, говорит где-то. Да тут можно было столько сказать. Даже хотя бы тем, которые в радиорубке-то. Чтобы они бы затормозили. Даже выпускать не стали бы то, что он скажет. Но они бы услышали. Они никакие. Не то, что там не евангельские христиане. Она же по названию-то. И он уже в этом засох. Он привык, что говорит его, слушает. Он смеется. И пошел такой хороший. Вот какой батюшка. Какой он грамотный. Да богу наша грамота-то нужна. Какая грамота была у Петра, у Иоанна? Рыбаки. Может быть расписать это не умели. А что они сделали? Весь мир, говорит, пошел в другую сторону. И вот смотришь, выступают, говорят. Ты как будто один зациклился теперь на одном. Вот смотрят теперь эти ННН. Паспорта не такие. Выступает. Там Авер Семенов ходит где-то. Другой о чем-то. Ты прямо говори о Христе. Вот поставили фильм 20 серий. Раскол. Как раскол произошел в России. А сейчас поставили там как бы односерийный раскол. Трагедия века. Это не фильм. А именно о фильме. Там разные-разные люди говорят. Осипов, там Кураева, там много показывают. Патриарха. Вот так. И вот это, если сможете, там посмотрите. Прямо говоришь, что Библии не было. Люди не знали этого. Общения с Богом не было. Только на одной обрядности держались. Сжигали друг друга. Два пальца прижимать или три. Ну, сто ли это важно-то. Ну, совсем бы даже никак не прижимали. Петерней, как католики, бы молились за мир был. И рассказывают, как печать, и как Ивану Федорову пришлось бежать. Потому что от руки не переписано. А он от Дьяния Апостола. Апостол первый издал там. Убить собирались его. Он бежал в Литву. А почему? Это дьявол от сатаны, чтобы печатать божественное. Состояние народа какое было. А в Литве его приняли. Он там работает, там, из коренной. И другие там будут издавать Библии на разных языках. А мы в том же состоянии находимся и поныне. Библия никакого авторитета не имеет. Главное, чаще исповедуйся, чаще прищищайся. Все. Исповедуйся перед батюшкой, прищищайся от батюшка. Главное фигура. А без него куда-то никуда. И откуда это взяли? Прощаются грехи. Вот он прищастился, грехи просились. Вообще даже намека на это нет. Откуда это? И думаешь, что это такое? Вообще ужас какой-то. Совершенно новую религию создали. Кто принимает монашеский постриг, особенно схему, так и считает, что в это время обращаются... Это как второе крещение называют. И обращаются грехи. Ну, раз он не верит в крещение, которое Христос установил, ему надо что-то придумать. Тогда это просто подмена идет, и все. Я вот разговариваю. На меня вчера тут один вышел, чаще прищищать. Но так как я со многими встречаюсь, при том все они друг друга не знают, живут в разных областях. Вчера из Тувы был, там Кызыл город, Антон какой-то, еще миссионером называется. Они на сто процентов, наверное, все бесноватые. Они страшно хамовитые. Хамы. Вот часто прищищаются, у них как будто бы человеческое сорвано. Он уже не отвечает. Что бы ни сделал, он к вечеру священника. И все. Чаще исповедуйся, прищищайся. Он не может остановиться. Что-то сказал, становишься ты мне. Я замолчал, я могу два дня молчать. Он не может. Он люто ненавидит, кто меньше его прищищается. То есть это новое вот эти вот, как исламское государство. Не по его он готов разорвать меня. И подкапываются всякие слова, подыскивает. Почему? А причина одна, не готовый. Я ему считаю златоустца. Златоуст говорит, не частое, не редкое не одобряем прищищение, а готовность. Иные, говорят, раз в два года прищищаются. Кто-нибудь есть плоти сына человеческого. Понимаешь, нет? Платоядные какие. Вот только им надо есть, и они будут другие. Над собой они работают. И в это время, я говорю, многие больные, немало умирают. Я не прищастился, допустим, три месяца. Никакого наказания за это нет. А вот если ты был там, считает, кто-то сказал, то отлучать канон, мертвый канон. Он не действующий ни одного дня. Мертвый. Его кто-то подписал. Может быть, его и не было никогда. В воскресенье был, два-три, не прищищался, а там написано, и ушел до окончания. Вот теперь пойми, за что, как это. Ни одного человека не отручили никогда за это. А то, что ты недостойно прищищаешься, а многие больные, немало умирают, это как будто не сказано. А вот эту выдумку на первое место вывели. Вот надо есть ему плоти. Понимаешь, какие платоядные. Это священники приучили так. Но у русских людей вообще никогда этого не было. А какой канон? Какой канон? Это практика. Как получил князь Владимир четыре раза в году. В каждые четыре поста четыре прищищения. А меньше. Другие меньше. Не имели возможности. Не жили не близко. Раз или... Раз в два года. А другие в пустыннике. Они вообще как Мария Египетская один раз за 47 лет. Где это написано, что чаще-то? Это даже намека никакого нет. Но это вдолбили, он не может еще понять даже. Я ему говорю, он полностью у него отсутствует разум. Но я говорю, ты прищищаешься, а я нет. Мы поделились мнением. Я считаю, надо четыре раза. Нет, вы не правы, вы еретик. Он не может остановиться. Но это настоящий ваххабит православный. Ему уже надо мою смертью, мою плотью уже надо сожрать. Ты часто прищищаешься, я к тебе претензий не имею. Дай Бог, чтобы было у тебя достойно, чтобы ты не болел и не умер преждевременно. Почему ты на меня ненависть? Прям ненависть такая, не оскрижащая зубами. Притом все одинаково. Вот сколько на меня и выходили, кто часто прищищается. Они все против русского языка богослужения. Даже считать по-русски не разрешают. Они одержимые. Как какой-то демон входит. Вот это болезни есть. Недостойно прищищаются. Об этом разговор надо вести. Попробуй скажи священникам об этом. Он найдет там, что-то будет искать. Я повторяю, 270 правил убрали полностью из книги правил. Сномоканона. Полностью. Даже люди их не читали. Вот у нас седьмая глава, третья книга Ездра. В синодальной православной Библии отсутствует 106 стихов. Они есть только в Брюссельской Библии у католиков. Потому что у нас с синодальной, с этого, с синайского манускрипта, откуда брали-то, там ее не было, утеряно было. Ну, теперь давайте напечатайте. Где-то печатают. Нету. И не будут. А вот секретарь в 11 книг Лютер отбросил. Он даже послание Якова считал поддельным выбросом. Не надо ничего перегибать. Церковь это приняла. И книга принята. Она не каноническая. Но она у нас неполная. Неполная. Там говорится о потустороннем мире, обо всем. Жаль. Ты читал это? Нет. У меня нет такой книги. А я тебе скажу, какой книг. Я заряжу в поисковик. Найду. У меня она в книгах есть, эта глава. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Игнать Тихонович, беда-то еще вот в чем заключается. Что, допустим, человек живет в грехе. А какой грех? Ну, взять простой грех. Курит. Грех не грех. Что говорит батюшка этому человеку? У человека сомнения появляются. Он говорит, я курю, не могу бросить. Можно ли мне причащаться? Обязательно причащайся. А как же ты избавишься от греха-то? Ведь причастие это лекарство от греха. Человек не понимает, что такое грех. Вот по Достоевскому, получается, и в самой церкви, вернее, сам этот инквизитор говорит, что мы разрешим грех. А уже у нас в церкви, получается, что у нас разрешают грех. Да. И под новинным предлогом, что будто бы ты, если не будешь причащаться, то никогда не избавишься от греха. Да как он причащается? Недостойно причащается. Он просто демона в себя зажимает. Причастие в осуждение ему. Он самоубийца. Он глотает дым на стадии разложения, что демон любит. Демонский, это уста курящего демонская кадильница. Ян Хронштадтский говорит. Как причащаться может демонской кадильницей? Тут же можно говорить не только о курении. Допустим, человек в обиде или в зависти находится, или в каком-то там, в каком состоянии, что он это, ну, кого-то ненавидит. И можно сказать, иди причащайся, ты же не бросишь ненавидеть это никогда, если не будешь причащаться. Это можно также и дальше продолжать. Оно и так и получается, во-вторых делах. Вот и больные умирают, больные умом, больны сердцем. И рано умирают. Тут ответ один. Они не проверяют себя, придумали. Раньше человек говел, об этом Достоевский пишет. Как каторжников приготавливали. Вот так, и канон, а где вы нашли каноны считать какие? Он даже не считает никогда. Перед причастием, после причастия. Ничего нету, совершенно. Кто это развратит? Развратники попы. Развратители. Попрали все. И людей влекут к погибели. Я проклинаю ваше благословение, Господь, говорит у Малахии. Потому что десятину не могут остановить. Торговля и все. Запретите, да, раньше 30 лет, чтобы не рукополагались. А какая тут экономия нужна? То есть плевали на все каноны. Ну да. У меня еще вопрос такой, Игнатий Иванович. Говорят, что Россия взошла на Голгофу в 17-м году. Да. А Голгоф или была это революция? То есть революция, свержение, власть это большевиков 70-летняя. Ну, а почему это не наказание за грехи? Ну, так и говорится, наказание. Когда говорят Голгоф, означает страдание смертное. Еще тут такого нету. Это действительно так. Царь пошел на Голгофу и за ним потянулась вся Россия. Ну, на Голгофу взошел Иисус Христос. А он-то был безгрешный. Он пострадал за чужие грехи. Нет, речь идет только об одном страдании. Ты, это, послушай, что, когда говорят на Голгофу, означает весь народ пошел в молотилки с севера, в ГУЛАГ. Ну, называй не Голгоф, а в ГУЛАГ. В ГУЛАГ лучше. Ну, пусть лучше. Голгофа означает, это, говорит, его Голгофа. То есть это пик страданий. Это общее. Ты Голгофа заряди, да, в интернете, википедия, что означает. И что означает по словарям? Это страдания. Голгофа смертное страдание. Все знают, Христос там умер. А не то, что безгрешный, что он за грехи. Не об этом речь идет. Речь идет о пике страданий. И Россия пошла туда все. Под корень. Все. Казачество истребить, дворянство истребить, священство истребить, офицерство истребить. Все. Это же потеря веры. Это, по сути дела, второе распятие Христа, получается. Русские пошли по пути евреев, по сути дела. Они распяли Христа. Можно сказать. Что своими действиями, отказом, они эти православные, христиане, которые крещены в этой церкви, громившие церкви, убивавшие священство там и так далее, и так далее. По сути дела, это распяли. 37-й год. 37-й год. Все пойдут туда. Для коммунистов наступит самый справедливый год. Некоторые остались живые, а вот он 41-й год. Убога молотилок этих хватает, дубины хорошие. И мы должны сказать, прославляю тебя за суды правды твоей. Это суды божьи. И вопрос еще один, Игнатий Икнаевич. Давай. О культе огня хотел спросить вас. Сейчас, да и уже давно, конечно, это все повторяется из года в год, каждый раз. Наше священство входит на поклонение кремлевской стене, где горит огонь с неконечной звездой. Не признак ли это того, что действительно отступление такого от Христа? Во-первых, там ничего нету. Просто звезда. Звезда – пятиконечный масонский знак. Тут только так понимать. Полное помращение ума. Вот связь с властью. Зачем тебе власть нужна? Ты о власти только молись. Отойди. Никакого сращения быть не может. Так а вы же обращаетесь к власти. Она для этой власти, чтобы защищать. Не напрасно носит меч. Мы призываем людей к миролюбию, к справедливой жизни, к непротивлению власти. Мы нигде восстания не поднимаем, ни Пугачева, ни Разина не поддерживаем. Зачем это нужно? А вот они такие. Ну, каждый ответит за себя. Мы не берем оружие, но призываем к миру. И поэтому я уже по прямой наводке выхожу. Страдать только как христианин. Вот о чем бы ты ни сказал. Отвечаю одно – я христианин. И в это вписывается все, что есть в Евангелии. Я христианин. А остальное они думают – так придет враг, кто другое. Мне зачем об этом думать? Я должен прославить его. Не счастным причащением, а заповедью его. Заповедью, говорит. Кто любишь меня, соблюдет заповеди мои. Соблюдет заповеди. А в заповеди это не счастно причащаться. Нет этого. Вот и все. Вот вы, Игнат Тихонович, говорите, приводите слова Алексея Ильича Осипова о том, что на основании вот такой веры в приход царя святого какого-то православного придет Антихрист. Да. Я хотел бы вам это вот зачитать, что говорит Максим Степаненко. Давай. Вы не слышали об этом? Ну, услышу. Считай. Ради кого придет Антихрист? Для прельщения избранных. То есть вопрос. Ради кого придет Антихрист? Ответ. Для прельщения избранных. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельщить, если возможно, и избранных. Кто избранный? Вопрос. Ответ. Православные христиане. Где более всего православных христиан? В России. Где более всего почитают иконы? В России. Между тем избранные будут искушаться чудотворной иконой и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ. В скобках. То есть икону примечания Максима Степаненко. Образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Откровение 12, 14, 15. Где? Так более всего почитается благодатный огонь. Ответ. В России. Между тем избранные будут искушаться огнем с небес. И творит великие знамения так, что огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Дальше. Где больше всего фарисеев, меняющих себя лучше американских мытарей? В России. Где еще жители страны, погрязшие в безверии, маловерии, убийствах и грехах, гордо называют свое Отечество святым? Только в России. Где более всего жаждут царя, считая его обязательным атрибутом правильного православного государства? В России. Только в России пока так много благоприятных условий для пришествия и воцеления Антихриста. Максим Степаненко, руководитель, но тогда еще был, миссионерского отдела, Томской епархии, Русской православной церкви на злоба дня 04.03.2011 года. Ну что сказать? Аминь. Аминь. Аминь только и все. Все подверждено Священным Писанием. Об этом Осипов и говорит. Мы полностью так же мыслим. Единомыслие полное. Да, вот мне это... Договорите, говори. Вот я это... Прочитал его это, мне это понравилось. Конечно. Единомыслие действительно. Главная цель принять это, пришествие его, а она не в этом. Это говорит то, что кто примет его, вопрос-то не такой надо было поставить. А главная цель его пришествия какая? Чтобы все люди признали то, что он на небе добивался. Сяду среди богов. Ну и Исаии 14 глава, Иезекииля 28 это. И он это претендует на это. И Господь попустит ему. А почему попустит? Чтобы доказать, что и здесь он ошибся. И когда, говорит, в конце эксперимента ничего не получилось, ангелы рукоплещут. Не получилось ничего, ангелы как на стадионе, Златоуст говорит. Вот и все. То есть, Господь дает ему свободу показать, ты ошибаешься, Люцифер. Никакого царства ты построить не можешь. Вот тебе великий инквизитор. Главное, это у него цель именно в этом. А которые действуют через него, они думают навести порядок, чтобы на этом маленьком пространстве земля лишние едоки ушли не было. Навести порядок. Не будет ни убийства, ни изрывов. Ну и будут тут обслуживать их. Элита избрана, еврейский народ и прочее. Они-то для этого воцаряют. А у него не это. У него другое будет. Он на них воздвигнет гонение на евреев. Есть такое мнение, что он даже не обрезанный будет. Так что главная цель у него, это сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Вот он, прямо говорит, к Фессалоникийсам 2 глава 4 стих. Ну и мы должны согласиться, что действительно это цель. А вот кто его раньше всех примет, тут Степаненко правильно. Это поэтапно там. А остальные, остальные тоже его примут. Но эти первые будут. Как бы среда готовая для этого. Мы не знаем, как будет первое, второе, но вот именно так. Сейчас патриарх Кирилл, ну, собственно говоря, вот я недавно, 18 ноября, он говорит, что с того момента, 1988 года, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, началось духовное возрождение на территории исторической Руси. Ну и дальше он говорит, что началось восстановление строительства храмов, монастырей, духовных учебных заведений. Мы открывали по тысяче храмов в год, по три храма в день. Было открыто более 800 монастырей, более 50 духовных школ. Не случайно эту эпоху называют вторым крещением Руси. Я хотел бы спросить вас, Мердитич Мочи, может ли быть второе крещение Руси, пока человек не будет, не будет у него рождения свыше? То есть у верующих христиан наших православных, которые молятся, ходят в храмы, читают молитвы, но не знают, что такое рождение свыше. Они считают, что это просто вот пришел, покрестился и все. Это и есть рождение свыше. Можно ли вообще говорить об этом возрождении каком-то? Ну, короче, о крещении как говорить, когда крещения нигде почти нету? Это смешно просто. Ну, кто это где видел, что крещение, ладошкой мокрые волосы задел, и крещение нету? Ни обливания нету, ничего нету совершенно. Сто процентов мандат, второе крещение может быть. Было бы. Если были бы проповедники, проповедовали, а люди обращались, каялись, и тогда приводить их и крестить троекратное полное погружение. Тогда было бы что-то, но это не массовое. У нас был епископ, и тоже где-то он там говорил, я не знаю, может, в Нью-Йорке, и говорил, вот такое тут возрождение, там, духовное. А я его и говорю, а где вы это видели? Где? Ну, где это? Ну, я бы поехал, посмотрел, что за возрождение. Говорит, ну, а ваша община? Я говорю, ну, мы-то там песчинка одна, что считать-то? То есть он больше нигде не видел, я так понял, где видеть? Наш отец Аким ездит каждый год там по монастырям, по мощам, возвращается нигде, такого нет, как у нас. Ну, и вот, что говорит? Я покажу подряд, подряд, что у нас есть введенное в общине, что все сто процентов были крещены с полным погружением. Все сто процентов. Ну, просто назовите такую общину. Нету. Просто нету. Даша, где есть такое, чтобы за семь минут зашли, полное молчание, приготовились к молитве до начала богослужения? Ну, может быть есть где-то, я не знаю. Где между иконами выдержки из Святой Библии, чтобы было? Нету. Где есть такое, чтобы на русском языке Библия лежала на аналоге все время специально закованная, спецзаказ патриархийный? Может где-то и есть, но я не видел. Я про все это говорю, чтобы вот так вот были настолько все люди вместе, как одна семья. Но было бы у нас больше в 10 раз разницы никакой нету. Вот у нас бывает торжество, свадьба, или когда все как один за одним столом, друг друга знаем. То есть общины, общины редко-редко, где там у Георгия Кощеткова там есть, я не знаю, где много ли таких общин. И чтобы были занятия каждое воскресенье, чтобы люди шли на благовестие, по домам мало, мало почти нету. Это я покажу только то, что у нас неординарное такое. Может на завтра и не будет, но мы показали, что можно, работать можно. Вот и все. Начинать, можно запомнить? Да, Тихонович, связь между рождением свыше и исполнением канонических правил и того, что говорил Иисус Христос, какая должна, как она должна проявляться? Сравнение со Словом Божиим. Нет, не сравнение, а вот что, ну, многие говорят, я исполняю заповеди, я там хожу, то-то делаю, то-то там, а рождение свыше, он этот человек ничего не слышал. И вот это вот, допустим, ему, я исполняю, может сказать, я исполняю каноны, но о рождении свыше, он может и тоже не слышал. То есть, прямая связь, есть ли между исполнением канонов и рождением свыше, рожденный свыше, любит каноны. Сначала родиться свыше, и тогда он понимает, что все это уже наследие церковное с первого века. Толкование нужно? Нужно церковное. Святые отцы. Каноны нужны, для этого соборы есть. И поэтому, ну, надо понимать, жизненный канон или нежизненный. А сегодня как? Мощи, мощи, чаще причащайся. То есть, они мертвые. Нужно показать. Мощи все захороните. Они должны слышать, сейчас начало нападать, а вы пояс богородицы не признаете. Такое заповедное, что я признавал. Неизвестно, что вы принесли, чьи это кости. С чего ради я буду признавать-то? Что доказательств никаких нет. Я не нуждаюсь, у меня прямая связь с Богом. Я молюсь своими словами, считаю утреннее правило, считаю псалтырь. Мне это достаточно. Я внутри себя чувствую силу, которую дает Господь. Нигде не слукавить, нигде не солгать. И вот это, что там вокруг меня, свистопляска-то, которая есть, для меня это награда. Мне ничего этого нет. Я только, ну, внутренно. Надо бы скорбеть, плакать, а я не могу. Я наоборот, даже смех берет. Это надо же дойти до такого состояния и такие вещи вытворять. Сидеть там, составлять, шабаля-ля, там кровь течет и проще. То есть, это видно, что они застряли. Больные, психически недоразвитые люди, больные. Ну, и только делов. Это их выбор. Они его выбрали. Как у англичан, много американцев make your chase, сделай твой выбор. Вот они его сделали выбор. Я никогда этого делать не буду и не пойду. Воруют ролики, да, мне только делов воруют. Мои книги издают там по другими именами даже. Сказали, приехали в Санкт-Петербург. Видели мою книгу изданную, ну, изданную, тогда еще мягкий переплет был, в твердом переплете, фотографии, все как надо. И хорошее, очень хорошее издание. Ну, я так и не нашел. Ну, поверил, потому что наша общинная сестра была, ездила в Санкт-Петербург. Ну, и только делов. Разве это плохо, что распространяет? Другие по частям, отдельно к истинному православию, обрадобрите, там, брошюры, только приветствую, пожалуйста. Будут искать. Мне не стыдно любой материал, книгу взять. Почему? Потому что свобода совести я перед Богом делал для всех. Для всех. Чтобы люди могли обратиться. А рождение свыше, даже эти слова может человек не говорить, если он исполни три ступеньки. Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мной. Отвергнись с себя, то есть пойми, что ты умер, ты не нужен сам себе. Ты навсегда погибший. Отвергнуть это то, что мертвое отбросить, какое прежнее. Возьми крест, то есть поверьте, все страдания, которые Господь дает, это сравнивать с голговскими страданиями Христа. Прими, что он умер за тебя. Крест, слово креста идет, страдания. Ну, и следуй за мной, исполняй его заповеди, каноны. Это прямо входит. Но это должно предшествовать ему. Рожденный свыше, он никогда не будет бунтовать против канонов или чего-то. А то я вне конфессии никакой. Вот у меня часто сейчас встречаются еретики, которые ни баптист, ни адвентист, никто. А я никому не принадлежу. То есть он везде побыл и видит везде заблуждение. Ну, еще образует новое образование, новая опухоль. Вот и все. И у него столько глупостей, говорит, я молчу, ничего не говорю. Ну, что говорить? Надо на языках заговорить, надо вот то, чтобы было проверять. Ну, и проверять сиди. Языки закончились в третьем веке. Ирина Ильонская уже пишет. Они не нужны совсем. Как писятики, харизматы там. Так, все? Ну, все, наверное, тогда. Вот, спаси Христос, благодарю, что вышел. Слава Христос, Нине поклон передавай. Обязательно. Ну, отцу Сергию ты передай, как он отреагирует? Обязательно передам. Вот, скажи, я молюсь за него каждый день. Ага, ладно, с Богом тогда. С Богом. Спаси Христос. Добрый человек, Михаил, очень хороший. Сколько мы знакомы с ним. мы... Продолжение следует...